У лесах родиншины ведут боротьбу с караедом, на учакане на доходы устойливых высоких температур и де массовая высечка пашкоженных дрыл. Лесы на рыхтаучая брыгаты працуют с ранницы до позднего вечера. Задача – не допустить дальнейшего распаусюживания жука. Як оценивают эксперты, летость шкодник знишил полторы тысячи гектаров леса у регионе. Их это не только финансовые страты, але и удар по экологии. Ирина Юшкевич продолжить. За день это уже 50-е спилованное древо. Яшчая мальстолькиш и суточная норма. В районе Зарицы происходит сплошная санитарная рубка. Убираются деревья, которые повреждены караедом. На этом участке 285 кубометров. Бригада должна его вырубить за три дня. Эта праца началась еще зимой. Летость Грозненщина пережила саправдой на шесте караеда. Тому в новом сезоне лесники вырешили почать высечку зараженных участков ранней. Треба поспеть прибрать караеда до початку красавика. Покурь шкодник у спячцы. Один из способов – разом с древом Диен поселился. Уже начала отваливаться кара. Поначалу видно только небольшие отверстия. Видны ходы по стволу дерева. Она полностью уже высохла. Она мертвая, когда мы уже пилим. Тяжко выявить, что на одной елце или сосне может жить до 3000 жуков караедов. Шкодник по мере усягу 2 мм за полгода может снищить несколько гектаров леса. Так, когда в 2016 году в области было заражено 40 гектаров хвойника, то в 2019-м площадь так званого караедного сыхания повеличилась амаль у 40 разов – до 1500 гектаров. Первые очаги усыхающих сосновых насаждений у нас были выявлены в 2016 году и сигнализировали районы южные нашей области. Это Дятловский, Слонимский, Волковыйский лесхозы. Но уже на сегодняшний день, начиная с 2019 года, у нас переместилась вспышка на центральные районы области. Это Новогрудский, Ивьевский и Литские районы. Караед типограф не является основной причиной усыхания наших насаждений. Он, как лакмусовая бумага, показывает нам, где идет ослабление, где тонкие места, где очень слабые места наших лесных насаждений. Основной причиной усыхания насаждений является понижение уровня грунтовых вод, недостаток влаги. Дарыши при своечасовый нарыхтовцы деятельность прожерливых жука не поспевает люстровываться на техничных якостях дровнины. После спилования она идёт в цех, на выработку материала из шапы, а также на потребы ЖКГ. При этом для своечасового выкрытия жука у регионе заденечен целый арсенал системы мониторинга. От феромонных пасток до квадрокоптеров, сдольных в реальном часе вызначить заражение на самых ранних стадиях. Еженедельно лесхозами области организованы, проводится лесопатологическое обследование. За первый квартал у нас поставлено на учёт порядка 4 тысяч гектар ослабленных насаждений, из которых зафиксированы 240 гектар очагов по караеду-типографу. Зараз у лесах области на мощно зараженных участках працует 10 бригад и техника. Поспеть треба до перших по-собранному солнечных и тёплых дён. Весной спустошенные земли займут молодые древцы, бо задача не только спынить караеда, лес треба одновить. А маль 10 миллионов саджанцев дозволят лесгасам дать новое житё территорием принёмання, якие сёлита потерпели от жука караеда. Правда, на гэты раз сосну и елку смешают с берозой. Такие лес заповнят специалисты, больше устойливы дошкодников.